Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента, в том числе и по вашим запросам. Ну что ж, к повестке текущего экономического календаря. Сегодня, друзьям, следует обратить внимание на два релиза. Это темп экономического роста еврозоны, дни выйдут в 12.00 по московскому времени. Для евро это еще один индикатор общего состояния экономики, а для нас потенциальный триггер снова рассмотреть евро, точнее даже продолжить рассматривать главный валютный риск, как аутсайдера, исходя из значительного ухудшения экономической конъюнктуры и серьезной угрозы, которая продолжает нависать над экономикой в целом из-за энергетического кризиса. Ну к евро мы еще вернемся. Также сегодня в 15.30 по московскому времени еще один блок американской статистики, это личные расходы и личные доходы. Не уверен, конечно же, что сегодня трейдеры будут охотно отрабатывать эти релизы, потому что очень серьезная резонанс идет еще и с итогов заседания американского регулятора и после выхода вчерашнего отчета по темпам экономического роста США, которые, как мы с вами прогнозировали и ожидали еще задолго до выхода релиза, подтвердили сползание американской экономики в рецессию. Индекс американского доллара, друзья, сейчас котируется в районе 105-72 пунктов. Напомню, что на этой неделе американский регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов с 1,75 до 2,5. И по идее, если коснуться, опять же, экономической теории, повышение процентной ставки, пусть даже в целях борьбы с инфляцией, должно быть фактором поддержки для курса национальной валюты. Но в отношении доллара этого не произошло. И более того, после заседания американского регулятора доллар скорректировался. Логичный вопрос. Почему так произошло? Мы можем попробовать предположить, друзья, что распродажи доллара после решения по ставке ФРС стали следствием того, что все-таки большее количество трейдеров, чем мы ожидали, прогнозировали, что ставку могут повысить на 100 базисных пунктов. Поэтому фактическое решение стало своего рода разочарованием для них. Также хочу обратить ваше внимание, что, наверное, сильно сейчас критиковать Федрезерв не стоит, потому что ФРС в очень непростых условиях. Это действительно так. Ему приходится лавировать между риском роста инфляции и угрозой их рецессии. И лавировать таким образом, чтобы принимать обдуманные, оправданные решения, которые должны тормозить рост потребительских цен, но при этом еще не усугублять ситуацию с экономическим спадом, который без того тяжелый. Ведь, опять же, повторяю, вчерашний отчет по ВВП подтвердил, что во втором квартале американская экономика снизилась на 0,9%. Это предварительная оценка, первая оценка. Показатель может скорректироваться, но при всем опыте анализа этих данных, которые у меня есть, я могу точно сказать, что вывести показатели из-за минусов на положительную территорию не удастся уже. Поэтому в лучшем случае коррекция, если будет, на несколько десятых процентов, что существенно ситуацию не изменит. Поэтому рецессия, да, это серьезный головняк сейчас для Федрезерова, но все-таки первоочередной задачей для американского регулятора является борьба с инфляцией. Никто сейчас не скажет, друзья, что индекс потребительских цен достиг своих пиковых значений точно дальше не будет расти. После заседания американского регулятора вероятность того, что на следующем заседании в сентябре ФРС повысит ставку на 75 байсных пунктов, она снизилась с 47% до 30%. Но здесь тоже выводы еще делать очень рано, потому что стоит только инфляции обновить многолетний максимум, как расстановка мнений, скажем, и приоритетов у трейдеров изменится. И вероятность снова начнет стремиться чуть ли не к 100%, потому что станет понятно, что ФРС будет продолжать активную войну с индексом потребительских цен. Еще одна причина, почему доллар не выкупили, это отсутствие конкретных комментариев от Паула во время его пресс-конференции относительно темпов дальнейшего повышения процентной ставки на последующих заседаниях Федрезерова в этом году. То есть у нас будет еще сентябрьское, ноябрьское и декабрьское заседания. Единственное, что сделал Паул, это обозначил, что американский регулятор слегка скорректировал политику в отношении процентных ставок и теперь не будет их прогнозировать, а будет принимать решение непосредственно по ставке на основании анализа макроэкономических данных, публикуемых и, в принципе, за которыми мы следим. И если того будет требовать ситуация, то, конечно же, американский регулятор будет активнее наращивать стоимости заимствования, повышать процентную ставку и ужесточать монетарную политику. Этот ответ, безусловно, не устроил многих. Было много вопросов, которые пытались подвести все-таки Паула к комментарию о том, когда и насколько будет повышена процентная ставка. Ну, максимум, чего удалось добиться, это отсылки Паула на так называемый обзор прогнозов от СЕП, которые остаются актуальны и сейчас. В соответствии с этим прогнозом ожидается, что до конца этого года ставка американского регулятора будет повышена как минимум на 100-125 боязычных пунктов. Друзья, это значит то, что с текущего уровня, с текущего уровня, я имею в виду 2,5%, ставка вырастет до 3,5-3,75%. Поэтому для меня, конечно же, как и для многих трейдеров, которые долгосрочно ориентированы, именно остающийся горизонт и ориентир того, что ставка будет ползти вверх, выступает мощным стимулом все-таки продолжать удерживать длинные позиции. Если вы, опять же, нашли причины и аргументы, почему доллар должен снижаться, мне будет очень интересно их выслушать. Пишите, кстати, в комментариях, если такие аргументы есть. Но при всем уважении, друзья, я думаю, что найти их будет очень трудно, потому что общий фундаментальный фон как сигнализировал о том, что доллар останется в числе лучших инструментов на выбор, так оно и будет на ближайшую перспективу. Европейская валюта 1,0217, волатильность остается повышенной. Это не совсем свойственно для евро, ходить в рамках торговой сессии на 100 пунктов вверх-вниз, но это доказывает то, что продавцы пока не хотят отдавать инициативу покупателям, потому что такой новостной фон, который располагает больше к продажам. Напомню, что на встрече министров энергетики страны Европейского Союза на этой неделе приняли решение о добровольном сокращении потребления газа на 15% от среднего значения за последние 5 лет. Это вынужденная мера, которая является, по сути, подготовкой к полному прекращению поставок газа из России. Это весьма вероятный сценарий, учитывая то, что «Газпром» уже приостановил работу одной из турбин, и мы понимаем, что в случае новых санкционных заявлений, либо расширения пакета санкций, полное прекращение поставок может реализоваться и действительно сейчас находится на повестке обсуждения. Сокращение производства срока на ближайший месяц, то есть на сенне-зимний сезон в период с августа по марта. И, конечно же, первый вывод, который нужно было сделать на основании того, что произошло, это эскалация политической напряженности между странами. Это действительно так. Усугубление энергетического кризиса – это действительно так. И простое понимание того, что по ходу наступления холодов, друзья, ситуация изменится. Поэтому я европейскую валюту, так же, как и ситуация с индексом доллара, ну, транслирую как долгосрочную сделку, то есть пару евро-доллара и продажу этого дуэта финансовых активов. Потому что тот новостной фонд, который сложился в моменте, лично мне не дает поводов, либо, скажем, возможности отказаться от потенциала шарта. Рынок нефти – 102 доллара за баррель. Ждем, соответственно, движения выше. Золото – 1761 доллар за тройскую унцию. Учитывая то, как стремительно сейчас сокращаются короткие позиции, я, честно говоря, в последние дни насторожился. И сегодня созрел все-таки на принятии решения закрытия коротких позиций. Возможно, это ошибочно в текущих условиях, но вы знаете мое исключительное доверие к индексу рудничных настроений. Кайман, компания Markets, которая дает возможность каждому из вас анализировать большинство и действия большинства и меньшинства. И сейчас, опять же, я вижу, что толпа развернулась, друзья, и находится в коротких позициях. Не очень хочется находиться вместе с толпой, поэтому я принял решение золото купить с целью уже 1800 долларов за тройскую унцию. И надеюсь, с учетом этой сделки, что на рынке будет торжествовать все-таки правильный подход к интерпретации фундаментальных событий. И если все признали факт того, что американская экономика оказалась в рецессии, то пришло время искать какое-то разнообразие в инструментах защитного толка и смотреть не только на доллар, как я это делаю, но еще и на привычные защитные инструменты, такой хеджевой группы, металлической группы, как золото. Поэтому цели обозначены. Давайте следить и смотреть. Я думаю, что на финансовых рынках по-прежнему будет очень жарко. Вы контролируете риски и следите за загрузкой ваших депозитов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!